Добрый вечер, токшоу.опора на телеканале ТНВТ Татарстан, студию Светланы Кадырова, Харили Кич, приветствуем всех наших телезрителей. Итак, наступивший год объявлен Владимиром Путином годом семьи. Год очень важный, нужный, не первый раз он у нас проводится, но это говорит о том, что государство, чего мы ждем от этого года, да, что возможно государственная поддержка поднимется на совершенно другой уровень, хотя она и сегодня достаточно серьезно реализуется, например, тот же самый нацпроект демография. Что мы хотим? Чтобы демография росла, чтобы продолжительность жизни росла, чтобы качество жизни росло. В Татарстане всегда особое внимание семьям. У нас в 2021 году утверждена медаль «Родительская доблесть». Завтра открывается в Москве большой всероссийский форум «Родные и любимые». Потрясающая трудовая династия из набережной Челно представляет Татарстан. Надеюсь, победит. Мы ждем этих хороших новостей. Ну вот тема нашей сегодняшней программы в этом новом году – год семьи, как найти свое счастье, что такое семья, какие ее признаки, в чем заключается это счастье. Тема замечательная, гости потрясающие, с удовольствием их представляю. Челбан Эльдусон Эльдарханова, директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, доктор социологических наук Хайрли Киш. Ваш год в первую очередь. Логотип. Мы сразу покажем нашим зрителям. Логотип года семьи тоже утвержден. Вот это замечательное сердечко. С ним живем весь год, как минимум. С нами сегодня впервые Светлана Анатольевна Вострикова, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, заместитель председателя Комитета Государственного Совета по социальной политике, член Объединения Женщин Депутатов Госсовета Марханат Милосердия. Рад вас видеть. Добрый день. Мужчина среди нас сегодня замечательный, причем Арсен Викторович Кузнецов, председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан», член Общественной Палаты Республики Татарстан. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. 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 счастье, то здесь очень индивидуально. Ну, а 71% интернет-аудитории это много? Все-таки вариант «Мое счастье» это семья? Это хорошо. Это наша традиция, так понимаю, да? Конечно. Татарстанские традиции, русские традиции. Хорошо, спасибо. Ирина Петровна, сколько-то лет в браке в итоге? Ну, я немножко больше, чем 20, но, честно говоря, с каждым годом я все больше убеждаюсь, что все-таки в семье это счастье, это действительно так. Были моменты, когда сомневались? Были. Но, вы знаете, я хотела сказать, что интересует возраст респондентов, потому что, на мой взгляд, по моим наблюдениям, чем старше человек, допустим, спросить 60+, например, и однозначно процент будет больше, потому что а кто рядом, кто вокруг? И не обязательно это может быть даже супруг, это же и дети, семья, это же и близкие, и братья, и сестры. Мы же в этом контексте про семью говорим. Поэтому, наверное, возраст респондентов имеет значение. Так, что у нас скажут юристы? Ну, во-первых, мы не знаем, вот эти 16% в браке они или нет, которые так ответили, не в семье счастье. Может, не такая ситуация, в семье сейчас, да. Да, что они не очень счастливы, и, наверное, это нормально. То есть, в этот момент, когда они отвечали, не могут быть все абсолютно счастливы. Хорошо. У нас просто мы до эфира, минут 20, тут очень яро все достаточно обсуждали, и мы сошлись на том, что у нас очень, у всех достаточно разное, наверное, понимание о том, а что такое вообще семья. Давайте попробуем, в принципе, что сегодня с юридической, психологической, ученой точки зрения, что такое семья. С точки зрения многодетного папы, что такое семья? Для меня лично семья, по крайней мере, я о себе могу сказать, да, не говорю за других. Это не только моя супруга и мои дети, но в том числе это и родители, как супруги, ну, там, и близкие, там, дяди, тети, так и, соответственно, ну, и супруги, и мои. Потому что это наша одна семья, я считаю, и если мы будем детей вот воспитывать именно такой многопоколенной традиции, оно так и будет дальше идти, потому что поэтому это моя прямая корысть, когда я сам буду старенький, дай бог, доживу. Внуки, внучки так же будут ко мне относиться, потому что они будут зеркалить то отношение, которое у нас сейчас. Ну, конечно, я как мужчина стратегически должен размышлять. Так, а если все-таки вот эти вот три кита семьи, да, то есть вот, ну, я знаю, любовь, уважение, вера, надежда, что? Ну, естественно, это, как в анекдоте говорят, да, то есть это совместная ипотека и дети, да. Так? Ну, не совсем так, хотя это тоже в том числе это большой очень аргумент, то есть вот та семья, тот обиход, который вокруг нас находится, то есть он тоже сильно скрепляет, как бы мы этого не хотели, реально, как бы совместная ипотека, ну, давайте по-честному, куда из него вылезти, пока не рассчитался, то есть это же катастрофа. Ну, шутки шутками, на самом деле, конечно, в первую очередь цемент, это дети. На мой взгляд, цемент, это дети. И чем их больше, тем цемента больше, соответственно, ну, крепче семья. Вот, Зульфия Налинова, а просто юридическая точка зрения семьи, это что? Ну, семья, с точки зрения закона, семья, это брак официальный, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Вот с того момента, когда мужчины и женщины решили зарегистрировать свой брак, они создали семью. Когда в этой семье выросли дети, они, пока не создали свои семьи, они считаются членами этой семьи. С того момента, когда они создают свой брак, вступают в брак с партнером, они создают свою семью. Ну, там главный признак, это общая... Главный признак, ну, один из признаков, да, это общее имущество, общее ведение хозяйства, общее ведение хозяйства даже, не общее имущество, общее ведение хозяйства. То есть это партнеры, которые вместе проживают, но... И ложки одна на всех. Ну, да, но это не с юридической точки зрения, все-таки это брак зарегистрированный. Что ученые говорят вам, что сегодня, из чего складывается понятие семья? Мы должны понимать, что семья – это наше наследие, это то, что останется после нас, это генетически наш код передается, ваши интеллектуальные способности, это даже какие-то профессии, которые из одной династии в другую переходят. И таким образом мы должны в том числе помнить о том, что когда у тебя есть любимый супруг или супруга, у вас есть дети, то для вас появляется смысл жизни совершенно четкий и определенный. У нас результаты опроса Центра семьи и демографии показали, что люди хотят жить до 80 лет. Как вы думаете, для чего? Для того, чтобы увидеть, обнять и воспитать внуков. Да, Татьяна Владимировна. Можно еще с психологической точки зрения? Мы знаем, что у нас всегда государство поддерживало семью, но почему именно 24-й год семьи? Кроме материальных вот этих основ, про которые мы говорили, еще нужны эмоциональные основы. Ведь семья – это там, где любовь, это там, где доверие, это там, где близость. И в нашей очень сложной сейчас обстановке, которая в обществе, в семью человек приходит, и это место, где он может расслабиться. Это место, где его могут выслушать, не обязательно идти к психологу. Это место, где он может проговорить какие-то свои проблемы, сложности. То есть именно эмоциональный аспект – это то, что является главенствующим у нас сегодня в год семьи. Елена Петровна, есть что добавить с точки зрения? Я с такой радостью слушаю каждого и с каждым соглашаюсь и думаю, да, да, это все правильно. Ну, я считаю, что семья – это, наверное, ну да, для меня это какая-то стабильность, это опора. Ну вот если для мужчины это вот так, то для меня это, наверное, больше опора. Все-таки я человек эмоциональный. Вот она, опять разница сразу. Ну, вообще, да. Потому что, конечно, я не скажу, что любая девочка хочет стать мамой, но я хотела быть мамой, и я понимала, что расти детей я хочу, ну, чтобы у меня был папа у этих детей, да. Лучшее, что может сделать мама для своих детей – это найти правильного папу, да. А мужчина, лучшее, что он может сделать для своих детей – это любить мать своих детей. То есть это вроде бы такие, ну, смешные фразочки, но, по сути, они очень глубокие, и, наверное, в этом-то для меня и есть семья. Ну, что у наших детей есть родители. Ну, как-то так. Хорошо, Светлана Анатольевна, чуть после вот одного вопроса, вообще, в принципе, мы сейчас посмотрим на вот в чем измеряется, в чем Панель Дусовна, какие-то основные демографические проблемы в нашей семейной сфере, да, то есть что мы сегодня имеем в Татарстане? То есть цифру к нам расскажите, пожалуйста. У нас без семьи нет никакой демографии, и поэтому какие перспективы? По прогнозу Центра семьи и демографии Академии нам к республике Татарстан до 2028 года будет происходить снижение численности молодежи на 9% в сравнении с 2022 годом. Почему именно на это я заостряю ваше внимание? Ведь это наш репродуктивный, самый главный контингент, от кого мы будем с радостью ждать первых, вторых, третьих рождений. Чем раньше у нас стартуют первенцы, тем больше вероятность, что это будут в многодетности. Да, действительно. Но у нас ожидается к 2040 году увеличение численности молодежи, и тогда, по нашим прогнозам, даже будет больший коэффициент рождаемости, чем он был в 2022 году. Поэтому вот эти грустные разговоры про то, что кривая пойдет только вниз, они не совсем адекватные. И таким образом у нас к 2042 году рост рождений будет на 16% относительно 2022 года. То есть мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы у нас были те самые мужчины и женщины, которые, во-первых, вступят в брак. У нас, к счастью, в Татарстане линия абсолютно, так сказать, жесткая и строгая. Все ориентированы на вступление в брак. И вот как замечательные гости сказали, только потом рождение детей. У нас практически по всем субъектам за последние 20 лет произошло снижение внебрачных рождений. Это хорошо. Какое-то, значит, преломление негативной ситуации было. Но в Татарстане оно наибольшее снижение. Спасибо, Светлана Анатольевна. А в принципе, чего мы ждем от года семьи? На какие сферы, скажем так, будут обращать внимание власти всех уровней? Вы как сейчас депутат Госсовета. Ну, у нас вообще социально ориентированные государства. И, конечно, больше всего вопросов по социальной политике. И достаточно много законов в этой области принимается. И постоянно идет улучшение качества, так скажем, этих законов. Но вот последнее, над чем на сегодняшний момент работает Государственная Дума и наш Госсовет, это у детей привить семьевидение. И речь идет о том, чтобы в школах начать преподавать с маленького возраста, со школьного года этот предмет для того, чтобы они заложить все ценности, которые мы хотим, именно с этого маленького возраста. Да. Чем потом в семье узнавать, а куда я попала, да? Ну, хотя бы с какими-то основами, хотя бы с фундаментом и базовыми понятиями ценностей, смотрите. Акцент идет еще на здоровую семью. Здоровая семья это не только физическая здоровая семья, и для этого сейчас много чего делается у нас в городе, и в республике тоже. А это и духовная. И вот задачи вот такие. То есть здоровая семья, и чтобы наши дети прямо с самого маленького возраста знали, что такое семья и, ну вот, куда мы двигаемся дальше. Хорошо. Я сейчас попрошу режиссеру показать один из слайдов. Там много будет вопросов. Мне просто вот эти цифры так забеспокоили. То есть через брак люди хотят... Почему люди вступают в брак, да? Вот 75% сейчас нам выдадут, пытаются через брак, в принципе, решить проблему одиночества. Быть рядом с любимым человеком и не чувствовать одиночество. 75% для чего люди вступают в брак и создают семью. Иметь постоянного сексуального партнера. 36%. Ну, наверное, здесь главный акцент, ключевой слов постоянного, да, я так понимаю. Третье это достичь самостоятельности и настоящего взросления через создание собственной семьи. Еще 36%. Не взрослеющий и созревший человек туда идет, а в принципе хочет там позарослеть. Но может быть тоже имеет право на жизнь. И желание в ближайшее время родить ребенка. 26%. У нас такие тоже есть, да, Елена Петровна? Такая была, она выбрала вот эту систему мотивации. В принципе, Чулпана Литусановна, что-то вот вас тревожит? Или это все никогда не менялось? Или это обычные привычные тренды? И ученые не видят никаких тревожающих факторов? Я хочу обратить внимание, что можно было выбрать несколько вариантов ответа, именно поэтому 100 здесь не получается. Поэтому могут просто доли меняться, но в принципе приоритет будет именно такой. У нас ценности, к счастью, традиционные. И мы делаем все для того, чтобы какие-то отклонения для наших традиций не пробрались в нашу страну. То есть в принципе, наверное, так полагаем, что один человек выбрал все четыре варианта ответа чаще всего, да? То есть это и не чувствовать себя одиноким, и сексуальный партнер заодно, и повзрослеть, и ребенка родить, да? Ну, в принципе, вкупе какие-то признаки семейства. В идеале, конечно, хочется, чтобы 100% это было быть рядом с любимым человеком и желание в ближайшее время родить ребенка. А чтобы вот вторые две куда-то затесались. А это туда, да? Это все туда, в первом. А вот все-таки вопрос к психологу. Это вот нормальная мотивация для вступления в брак? Это нормально, но можно вот на первом остановиться. Смотрите, быть рядом с любимым человеком. Чувство влюбленности, вот эта вот романтическая любовь. Это здорово, но она проходит, ну, через год-полтора. И не чувствовать одиночества, а человек приходит в этот мир одиноким, и он уходит в этот мир одинокий. И если человек, который написал, что он создает в семье, чтобы не чувствовать одиночество, но можно же и в семье чувствовать себя очень-очень одиноким. Или, например, женщина вступает, чтобы не чувствовать одиночество, А мужчина так называемый интроверт. А интроверт – это человек, для которого норма, что ему нужно, чтобы он бы имел свое пространство. Норку свою. Да, да, да. А она-то хочет быть не одиноким, и я думаю, что им будет очень-очень сложно. Поэтому формулировка вот эта первая, она как бы такая, знаете, очень размытая. Потому что любовь проходит и остается... Любовная лодка разбилась, а быт, говорит поэт. Получается, что... До сих пор бьется, да. Да, до сих пор бьется. Артем Викторович, а вот вы бы, что бы выбрали бы? Вот все-таки мужская моя точка зрения, да, не про меня лично, а вообще, ну, все-таки я вот в этой сфере общественной давно нахожусь. Я вот с молодежью разговариваю, когда встречаюсь. Обратите внимание, вы сами видите вот эти тенденции. Предположим, в том числе совместный быт для мужчины тоже важен, да, он привык, там, мама ему кушать готовила. То есть я вроде повзрослел, вроде из-под маминого крыла пора уходить. Как бы надо себе жену хорошую найти, там, замечательно, красиво. Главное передать им я другие руки в добрые. Ну, в том числе, как бы, и хочу так же вкусно кушать и не переживать. Ну, мужчины, большинство таких, они, мы привыкли так себя чувствовать. Комфортное проживание, сохранить качество жизни, как при маме. Да, как при маме. То есть при маме еще все хорошо в этом плане было, ты же не парился с этим вопросом. Вообще ничем. Белье постирано, поглажено, кушать вкусно приготовлено. Ну, да. И в супруге мы тоже ищем этого. Но, давайте посмотрим, что сейчас вокруг происходит. Зайдите в любой магазин шаковой доступности. Любой, которых около вас по 15 штук каждого дома. Любой салат, любое второе, любое первое, готовое, любая еда. Ну, мы сейчас скажем, что и стиральная машина, автоматы, посудомойка. А вы зря так, вот зря иронизируете. Это действительно так. И мужчине сейчас, в принципе, сейчас, в принципе, да, если он там не испытывает какого-то там сильной потребности в общении, там, ну, с противоположным полом, ему сейчас для совместных... Базовые потребности, он закрывает... Он все закрывает. Он закрывает полностью, вообще, да. Вкусная еда, ну, реально нормально же готовит. А что тогда мужчины ищут в семье? Еще раз. То есть, вот, в принципе, я к чему говорю, когда молодежь все дальше и дальше уходит по созданию семьи, по рождению первых детей, им и так хорошо, у них все есть, у них замечательно. И девушки причем, не забывайте, да, только не кидайте с меня тухлыми помидорами и яйцами, да. Не знаю, не знаю, Артем Викторович. Но, когда был патриархат, когда женская доля была, да, у вас тут большинство, поэтому еще раз говорю, не ругайтесь на меня. Аккуратно, да, аккуратно. Да, я очень аккуратно. Когда патриархат был, в этом вопросов не было. Да, карьеры не было, там не было возможности, там, в политике участвовать, еще в чем-то. Голосование, извините, мы только век назад женщинам в Америке голосование дали, и то они били, сколько это суфражистские, честно говоря, и в Европе тоже. Это совсем недавно случилось. Женщины не занимались этим, в принципе. И всегда был быт, всегда были у всех большие семьи, потому что была сельская местность в основном, да, там, пять это была еще маленькая семья. Везде и на Руси рожали, и в Европе рожали, везде, и в Африке в том числе, и сейчас продолжают. А сейчас мы дали много самостоятельности женщинам, это замечательно, но, к сожалению, что-то потеряли, как мы видим. То есть, я об молодежи у девочек спрашиваю, у меня самого три девчонки. Они говорят, так мы сначала на ноги встанем, куда нам торопиться, зачем нам это нужно, дети, там, обременение пока, мы хотим, там, вот, профессию получить, ну, стаканить карьеру какую-то свою, заработать, там, стать самостоятельными, может быть, жилье, ну, про жилье пока молчат, конечно, наверное, жилье тоже, скорее всего, а только после этого создавать семью. И многие сейчас, молодежь, именно вот по этому направлению движутся. Мне говорят, а зачем? Все есть, все базовые потребности, даже квартиру сниму, мне, в принципе, женщина не сильно нужна, там, девушка, условно говоря, все есть, все, что нужно. Поэтому у нас более поздние первые действия, да, Сулбан? Я думаю, что это тоже в том числе влияет. Я, во-первых, жилье, подчеркну все то, что сказал Артем Викторович, в современном обществе созданы все условия для того, чтобы мужчина и женщина не нуждались, не нуждались, а просто любили, да? Относительно вступления в первый брак, это возраст в Республике Татарстан 26 лет, в среднем это возраст 29 лет. Хочу подчеркнуть, что для нашего региона доля повторных браков, а здесь мы не знаем, так сказать, это снова ли сошлись они после того, как однажды распалась семья с тем же самым партнером, либо это уже совершенно другой компаньон твой по жизни. Так вот, она в сравнении с другими субъектами меньше. То есть все-таки есть установка на то, что семья, брак – это раз и навсегда. И все-таки до последнего татарстанцы, они будут искать возможности, способности и компромиссы для того, чтобы вот с кем-то по молодости или уж кто в каком возрасте встретил свою любовь, чтобы дойти с ним до воспитания внуков рука об руку. Особенно это характерно для тех, кто проживает в сельских территориях. У нас доля разводов там меньше. Вот 26 лет, еще лет 10 назад, я думаю, показатель было 21-23 года примерно. То есть сейчас 26 лет, мы понимаем. Во сколько, Елена Петровна, вы? Я вошла замуж 26 лет. Я считаю, это нормально. И у меня две старшие дочки, я считаю, что это нормально, и я им тоже говорю не трогать. То есть это уже более-менее осознанно? Ну, мне так... В принципе, если посмотреть, в каком возрасте, на ваш взгляд, это 26 не поздно? Я считаю, что как раз-таки хорошее время для того, чтобы определиться именно с тем партнером, с которым ты и будешь выполнять вот эти вот все задачи, которые ты мнешь для семьи, вот в своем каком-то понимании. Это уже осознанное вещество. А там вот у нас была третья строчка, помните? Дайте нам, пожалуйста, не убирайте графику. Стать самостоятельным через семью. Такие тоже же есть примеры. Когда действительно очень рано выходили замуж, и может быть процент разводов у вот этих вот ранних браков и больше. Тут имеет, вот серьезно, имеет значение именно вот возраст тех людей, которых вы опрашиваете. Да, это первое. Вообще, мне, конечно, удивительно, все хотят быть счастливыми, не чувствовать одиночество, то есть как будто бы вот о себе только. На самом деле брак – это же ответственность. То есть мотивом вступления в брак – это сделать счастливым другого человека должно быть. То есть отдавать. Да, узаконить существующие отношения, быть способны взять на себя ответственность. Потому что семья – это же не только права, что когда что-то с тобой случится, кто-то тебе будет помогать. Семья – это в первую очередь обязанности. Во-первых, элементные обязанности. И человек в браке всегда понимает, что это может быть. Это обязанности по поддержке, по содержанию другого члена семьи, если он станет нетрудоспособным. Ну, то есть это масса других обязанностей. То есть поэтому не все очень-то, ну, сложно принимают это решение, потому что это нужно взять на себя ответственность. Да. Мы понимаем, да, чего это? При этом в последнее время появляются такие термины, как гражданский брак. Это когда люди просто живут, чтобы они, как правильно сказать, сожительство? Откровенно говоря, да. Откровенно говоря, да. Сожительство, у некоторых очень долгое сожительство, иногда превышающее нормальный брачный там, условно, да, возраст. Появилось понятие, ну, пока в обиходе, да, не ученый, гостевой брак. Это семья или нет? Артем Викторович, вот прожили люди 10 лет, двое детей появились, а вот под венец он так ее и не повел. Или она его не повела, я не знаю. То есть там разная позиция. Есть такие семьи. Это семья или не семья? Мы должны ее считать, видеть, принимать, включать в статистику. Что это? Ну, за исключением того, что у них брак не оформлен, это та же семья. У них совместное быт, так вы говорите, да, свое хозяйство. То есть у них совместные дети даже. Ну, как не семья? Все равно семья. Может, она в статистике минусом идет, но, в принципе, это все равно семья. Мы же понимаем это. Сейчас Альфия Анаэльевна скажет нам, что семья-то семья, и имущество совсем не общее, да? Я так понимаю. Чтобы вот... Чем опасно тогда вот такое сожительство, и почему все-таки ЗАГС гарантирует определенные погибли и защиты? Вот все-таки в семье, которая, когда брак зарегистрирован в ЗАГСе, все имущество, которое нажито в совместном браке, является общим имуществом. То есть оно априори общее имущество, и доказывать отдельно, что вот купленный холодильник, это общее, не нужно. Когда будет раздел, развод, придется делить имущество, все будет поделено пополам. То есть даже суды не отходят от этого принципа равенства сторон, даже если какие-то дети... Ну, дети остаются жить с одним из супругов. Все равно все имущество делится пополам. В гражданском браке, ну, такого быть не может, потому что это не официальный брак, не зарегистрированный, и который не имеет правовой защиты государства, на который не распространяется семейный кодекс. Поэтому, когда расходятся люди, прожившие в гражданском браке, все, что записано было на одного супруга, какое имущество, оно остается за ним. Конечно, есть и в прессе какие-то, и мнения юристов даже есть, что можно идти в суд и через суды пытаться это узаконить. Но я скажу, что это такие редкие случаи, когда через суд удается установить фактические брачные отношения или признать имущество общим, что даже на такие случаи рассчитывать нельзя. Ну, в этой ситуации мы опять говорим, что нет определенной гарантии для детей, да, и так далее, и так далее. То есть беззащитно в этой ситуации остаются, ну, как правило, женщины и дети, да? По детям, я скажу отдельно, все-таки по детям государство обеспечивает защиту детей. Потому что если... Да, если семья сожительствующая. Да, потому что когда ребенок рождается в законном браке, то априори отец, это тот, кто супруг, он записывается отцом. Если рождается ребенок вне законного брака, то нужно или пойти вдвоем заявить, ну, отец должен дать согласие на то, чтобы его признали отцом, или можно установить отцовство в судебном порядке. Сейчас экспертиза ДНК, доказательства собираются легко, и если отцовство будет установлено, то все обязанности отца по отношению к ребенку содержать, его обеспечивать, денежную поддержку обеспечивать. Отец по отношению к ребенку несет. Все-таки детей в этой ситуации государство защищает. В принципе, чего понадобится? Нужно вот это понятие, ну, я знаю, включать в статистику, в исследование семья сожительства? Некрасиво даже звучит, да? Мы, несомненно, должны отслеживать такие формы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Нам всероссийская перепись населения 2020 года показала, что снижение произошло неофициальной брачности ни много ни мало, на 3%. И у нас больше, чем в других субъектах Российской Федерации, доля тех, кто официально зарегистрировал брачные отношения. Мы все-таки сильные семейные скрепы в нашем регионе сумели сформировать. И более того, у нас в Республике Татарстан на сегодняшний день 60% бракоспособного возраста состоят в браке. При этом у нас есть доля около 30%, она колеблется у нас еще и по муниципальным образованиям. Среди тех, кто уже в трудоспособном возрасте, то есть это и бракоспособный в том числе, и вот около 30%, они никогда не состояли в браке. Соответственно, так сказать, мы могли бы потенциально иметь рождение дополнительное, когда они встретят вторую половину. В общем, потенциальные кандидаты для улучшения демографических показателей и брачности. А может, все как раз в гражданском браке-то и живут? Часть из них, по крайней мере. Может быть. Татьяна Владимировна, а все-таки сожительство – это о мужских проблемах или о женских, или о чем? Я о том, что... Или это вообще семья, или нет? Я о том, что жизнь не стоит на месте, и вот эти названия – гостевой брак. Сейчас еще есть такое понятие, как лоскутная семья. Может быть, вы слышали? Лоскутная семья – это когда живут, например, уже взрослые муж и жена, и у них, у предыдущих браков, в предыдущих браках есть дети, и они, когда встречаются, они же своих детей берут из тех браков, и из настоящих браков. Лоскутная семья. Просто есть законодательные понятия, есть сухие цифры, статистики – это все замечательно. Но суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет. То есть то, что мы видим в практике, все очень сейчас меняется. Поэтому гостевой брак – это выход для некоторых семей. Возвращаемся к классике. Все счастливые семьи похожи, все несчастливые. Они все очень-очень по-разному живут, и поэтому то, что мы сейчас обсуждаем и гостевой брак, и та же лоскутная семья – просто это наше сегодняшнее реалие. И говорить, что это хорошо или плохо – это очень сложно, потому что это просто есть. А вот, знаете, я прям не могу сдержать свое возмущение. Нас смотрят молодые люди, которые встретили друг друга, вот они, может, уже и заявление подали в ЗАГС, и мы с вами начинаем. Лоскутная семья, гостевой брак – мы зачем им ориентиры дополнительные даем? Они знать не знали, что так можно, так давайте им расскажем. Все-таки, знаете, должна быть определенная концепция того, что мы те тренды, про которые вычитали в зарубежных статьях, посмотрели, как в других странах, пусть это все там и остается. А у нас будут традиционные семейные ценности. Не будем мы ориентировать нашу молодежь на какое-то многообразие, которое для нас в норме не является. Это идиллическая костюм, Павел Ильдус, куда ни открою, везде вот, пожалуйста, 500 тысяч коучев, психологов и так далее, которые учат, как мужчине не попасть к женщине, как к женщине стать самой лучшей, я самая крутая и так далее, и так далее. Тут есть 500 тысяч вариантов, мы не сможем закрыть эту информацию. Вопрос, что формат семейведения, о котором говорят, да, то есть вот эти ценности вшиваем, мы не получим, возможно, таких понятий, как гостевой брак или там сожительствующий, господи, давайте приду на другое название, мне очень не нравится. После рекламы продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждать, как найти свое счастье, что такое семья. На самом деле беседы очень горячие, разные точки зрения. Это здорово, что мы вообще в принципе это все обсуждаем, потому что мы понимаем, что это важно, ценно в нашей жизни. Это действительно для многих, это действительно счастье. Вот еще мы обсудили уже сожительствующих, обсудили гостевой брак, новые форматы, как ищут люди, каким образом взаимодействовать комфортно друг для друга. Вот идея челтфри, у нас вообще приживается, не приживается вообще? Что это? Я снова займу позицию, что не надо пропагандировать явления, которые не характерны, нетипичны. Результаты масштабного опроса 1600 женщин репродуктивного возраста Республики Татарстан в 12 муниципальных образованиях показали только 0,02. Результаты говорят о том, что они просто откладывают пока рождение ребенка. Ни одна не заявила, ненавижу детей и не хочу. То есть не нашли еще хорошего папу, да? Очень здорово, да. Скорее всего так. Вот еще, кстати, когда обсуждали про перепись, что мамы тоже сказали, вот Зульфиан Алина нам говорила по рекламной паузе, что удивительно, что нам показала перепись по сожительству всем семянам. Последняя перепись показала, что когда задали вопрос людям, считаете ли себя в браке, женщин в браке оказалось больше, чем мужчин. То есть, ну, и тут какая-то была доля, наверное, гражданских браков, ну и вообще, как цифры, в обычных браках женщина считает себя замужем, а мужчина считает себя, ну, в гражданском браке точно считает себя холостым. Соответственно, и тот уровень, степень ответственности, которую он готов брать на себя в таком браке. Это старый трюк, вы на него, пожалуйста, не ловитесь, поскольку у нас есть доля не ответивших на вопрос о брачном состоянии. Поэтому и не складывается, что 50 на 50. А почему, интересно, не отвечают? Потому что, мне кажется, в ссоре находятся временные. А, в ссоре могут находиться. Ну, вообще, семья такой очень живой организм, да? Вот по поводу еще раз года семьи, Артем Викторович уже здесь к вам, как руководителю организации «Многодетные семьи». Чего ждете-то от года семьи? Вот здесь законодательные, инициативы, да, большие, серьезные. Мы, на самом деле, очень важные, нужные ждем. А вот, в принципе, нацпроект есть, меры поддержки есть. В общем-то, ну, ипотека, да. Ипотека, да, она присутствует. Но, в принципе, чего такого? Может быть, большого, может быть, крепкого финансового? Меры поддержки, могу говорить много, долго. Ну, какие-то базовые такие вещи. Но, в любом случае, главная проблема у молодой семьи какая? Жилье. Давайте же по-честному. То есть, молодая семья, когда объединяется, начинает где-то жить, ну, там, в основном по съемным квартирам, ну, или там у родителей, там, еще где-то. То есть, мы понимаем, что им нужно свое гнездышко. Извините, там, те же ипотеки, но потянуть молодой семье, наверное, сколько надо зарабатывать. Это совсем эксклюзивные зарплаты должны быть, чтобы тянуть, тем более при нынешней ставке рефинансирования. И еще, как мы все хотим, быстрее родить, да? Да, а потом, поэтому, когда мы говорим, когда склоняем их к рождению, а как склонять-то? В каком углу-то они будут рожать, в принципе, да? Давайте уж по-честному. Поэтому, пока у нас не будет решена проблема жилья для молодой именно семьи, комфортного, нормального, а не где-то чего-то как-то там. Может, давайте по-честному, мы сиротам-то нормально, до конца не можем жилье раздать. Ну, сейчас процессы нет, процессы идут, и в Тарстане, и в этом году. Я не спорю, еще раз, мы до конца не раздали. Понятно, что хочется. И положенным очень много не даем, поэтому еще у нас уже очень много проблем. Ну, то есть, жилье. Поэтому, в первую очередь, это жилье. Ну, про общеэкономическое состояние тоже говорить, наверное, нужно, потому что у нас, ладно, слава богу, благоприятный регион, да, Татарстан? Если поездишь по другим регионам, посмотришь, как люди живут, да? Ну, давайте по-честному, все-таки, ну, тяжеловато. То есть, уровень заработной платы? Уровень заработной платы, нет, даже не зарплаты, дело не в деньгах. Сколько ты зарабатываешь? Кому-то достаточно 15 тысяч получать, кому-то 150 мало, понимаете? Это как бы все настолько условно. Просто мы должны понимать, что содержание ребенка, да, давайте по-честному, содержание ребенка одного обходится в энную сумму для семьи. И в потере трудоспособного родителя, да, или одного? Все равно, да. Двух умножай на два. Если, предположим, ладно, у меня три девочки, условно говоря, что-то там по наследству переходило, там, из вещей, условно говоря, да? Ну, как у кого-то из-за. Куртки, еще что-то там, ну, в любом случае, обувь какая-то, если живая. А если разнополые, в том числе дети, и возраст, может быть, разный, разбежался. То есть, это же серьезная проблема. Поэтому, пока семья не уверена в завтрашнем дне, ладно, одного ребенка, это дитя любви, обычно уж так уж, по-честному говоря, да, это первый дитя любви, а второй и третий еще подумают, за второго ребенка сейчас, в принципе, всего 200 тысяч, не так-то и много, давайте по-честному. Нашим мамам не давали этого. Я согласен с вами. То есть, материальный стимул, который вот этот есть сейчас, маткапитал-маленький второй, это вообще никакого не стимула. То есть, все-таки, нужно больше работать над внутренней мотивацией, создать семью и рожать детей. Хорошо, я молодой, уговорите меня родить. Да здесь, уговорите, дело не уговорите, понимаете, это очень нативно, между строчек. На каких книжках дети воспитывались, какие фильмы они смотрели, в самой, в этой семье. В конце концов, я когда вышла замуж, у нас на свадьбе был человек 100, и моя свекровь, я никогда не забуду, она сказала, вот ты приходишь в семью, в которой ни одного развода не было. Представляете, какая на мне ответственность. Сразу на вас. И вы сразу поняли, вы попали. Вы знаете, я настолько счастлива видеть действительно пары, и там действительно это правда не было. Не Санта-Барбор, вот это, мать, Иотим, Лоскуты. Нет, нет. И именно вот с такой парадигмой растут дети в этих семьях и так далее. И может быть здесь как раз-таки про внутреннюю мотивацию будут и вот эти уроки. Кто-то, может быть, опять тоже от учителя зависит, да, как он это будет рассказывать. Кто будет преподавать, да, какие будут учебники, и что дальше за периметром школы ребенок увидит. Поэтому здесь, наверное, все-таки ответственность самой семьи вот про это. Во всяком случае, моих детей уговаривать рожать детей не нужно. Ну, я знаю, что они этого хотят и тоже ждут, когда они будут замужем или женаты. То есть об этом мы говорим. Об этом мы говорим. Собственный пример, да? Ну, конечно. Что-то может быть из мер поддержек еще ждать в этом году? Ну, в этом году пока нет, но вот то, что у нас в республике дополнительно было в 22-м году создано, это поддержка сельских женщин, чтобы поднять рождаемость на селе. Там выплаты были, да, по-моему? Выплаты, да. Да, на детей. Тех до 25 лет по 50 тысяч, которые первого ребенка родили, и до 29 лет, у которых третий и более детей. Мы сейчас пишем, это татарстанская программа, которая была инициирована здесь, да. Вот, ну, это, можно сказать, такое основное. И она была эффективна, она была введена в 2018-м году, и мы замеряли, действительно ли увеличилось количество рождений в сельских территориях. Да, увеличилось. Но расчет был на то, чтобы омладить материнство, чтобы сместить вот эти календари рождений. Это пока не произошло. Татьяна Владимировна, еще вот такой, есть ли в связи с происходящим, в принципе, запросы у людей, когда они идут к психологу, во-первых, приходят люди с тем, а надо ли мне, а как нам правильно создать семью. Либо все-таки психологи приходят уже, как сохранить семью, либо чаще приходят, как мне после развода жить. Чаще второе, то есть, как сохранить семью. Приходят им... Это запрос растет, Татьяна Владимировна? Чаще всего, да. Сейчас, в последнее время, по крайней мере, последний год, я не могу сухие цифры сказать, но вот те, кто приходят. Вот по своей практике. Да. В связи с чем? Почему, вы видите, ценность все-таки семьи возросла за все это время, общество более зрелым стало. Жизнь сложнее. Жизнь сложнее. Мужчина, например, потерял работу, а он привык вот с этими ценностями, что он защитник, что он должен семью содержать и прочее. И когда вот он весь, что мне делать, и он приходит в семью и не слышит там поддержки, а жена требует с него, чтобы он так же раньше, как раньше финансово обеспечивал, вот здесь начинаются трения, которые вместо того, чтобы сесть и проговорить, а у нас нет воспитания психологического, чтобы мы просто проговорили проблемы. Могут кричать, могут там сердиться, еще что-то. Закрыть дверь и уйти. Хлопнуть дверь и уйти. Закрыть дверь и уйти, сразу пойти с разводом, с заявлением, да, напугать, еще что-то. И приходят к психологу, как будто волшебная палочка, вот мы один раз пришли, и все, проблемы решили. Как таблетку, да, выпили, и температура упала. Совершенно верно, совершенно верно. То есть это очень-очень такой небыстрый процесс, как люди шли вот к этому конфликту, к этой проблеме долго, точно так же они должны и выходить из него. И вот это вот может быть некоторое, почему я все время там говорю, что за счет семьи хотят стать взрослыми. Вот это некоторая инфантильность, чтобы кто-то решил за нас нашу проблему, чтобы кто-то дал нам таблетку, которая в общем-то не существует. И здесь нужно подчеркивать, что каждый член семьи, он ответственный, чтобы взять на себя ответственность за то, что происходит в семье. А не ждать, что психолог нам поможет, тем более с первого раза. Вот, но приходят по поводу того, что все-таки сохранить семью. Нет, это здорово, что предпринимаются такие попытки. Кстати, женщины чаще приходят, мужчины или вдвоем уже идут. И вообще, а когда надо идти? Когда вы вот уже окончательно поругались? Или все-таки, может быть, какие-то для профилактики раз в год сходить, настройки проверить? Это зависит от возраста. То есть, если уже после 30-ти они приходят все-таки вдвоем осознанно. И зависит еще от социального статуса. Я работаю в медуниверситете, у меня в среде, в общем-то, это врачи, и очень много наших бывших выпускников. И у них совершенно другой подход. Если мы берем, вот говорили же, сельские, да, поселения, там совсем другие проблемы. Вот, поэтому это все очень зависит от статуса и от возраста. Но некоторые после 30-ти, я просто смотрю, что вот они решили, что они все-таки сохранят семью. Они себе пишут галочку, что каждую неделю они должны приходить. С одной стороны, осознанность, но с другой стороны, я вижу, что они не прилагают сами усилий. То есть, да, они поговорили, мы галочку. То есть, чехолка, не таблетка, работать-то нужно... Самостоятельно усилия прилагать, да, все-таки разговаривать. Но, в принципе, реально сохранить семью? Это очень индивидуально. Можно я добавлю? Да, Зависия Анатольевна. Сейчас юристы выступают тоже психологами. Вот когда приходят, люди же готовятся к разводу. Они приходят советоваться, вот юристы, мы просто вынуждены быть психологами, объяснять, какие последствия повлечет это все. Не, ну вы их пугаете. И вас, кстати, без квартиры, ты без машины, ты еще чего-то, нет? Ну, во-первых, нет. И это тоже направлено в создание... В итоге, оказывается, все равно все во благо. Да, что партнеры передумывают, потому что они понимают, что придется делить. Придется делить бизнес. Есть бизнес у супруга, например, жена будет претендовать на половину. Все, бизнес развалится в этом случае очень часто. Они понимают, какие они элементные обязательства возьмут в этом случае. Ведь одно дело, когда просто, ну там, общие деньги, жена что-то тратит на ребенка. Другое дело, когда ты должен 50%, если там, трое детей отдавать из своей зарплаты. И что будет, если ты хочешь завести какую-то другую семью, как ты с этим будешь жить. И не выгоднее ли мужчины считают сохранить эту семью, которая есть. То есть вот такие меркантильные интересы... Но вот такие у нас вошенник, он потом нормально действует. Ну, вы смотрите, надолго потом выхватывает. Мне кажется, у нас вошенник немножко. Меркантильные интересы, они вроде бы нехорошо, что именно из-за них сохраняется семья. Но результат, что вот иногда семья сохраняется. Именно по таким причинам. А потом и отношения выстраиваются. И вот как говорили уже, мы обсуждали, люди взрослеют. Никто не отнял. Да, вот это вот... Желание что-то менять, просто у них пропадает. И все... Вопрос, что люди, может быть, взрослеют, меняются, находятся другие грани. Да, есть еще такое понятие, вот вы, наверное, скажете, да, есть кризисы в браке. Есть кризис первого года, ноги распадаются сразу же. Есть кризис семи лет, четырнадцати лет. И ведь после рождения детей... Какой стресс для семьи, когда ты был в таких розовых очках и влюблен, а тут ребенок, и ты не высыпаешься, да, и действительно тут просыпается, да, оказывается, нужно совсем по-другому себя вести и жизнь перестроить. Это кризисы. И как здорово, вот когда я говорила про возраст респондентов, да, как здорово, что ты с этим человеком растешь. И я вижу, как он растет вместе со мной. Мы преодолеваем эти кризисы. Ну, допустим, наша семья была у психолога, и не раз. Для того, чтобы сохраниться, и для того, чтобы измениться, и в этих изменениях, да, сохранить любовь и чувство отношения. Это очень здорово. И мы честны друг перед другом, что мы сейчас совершенно другие люди, нежели чем те, которые зашли в ЗАГС. Другой вопрос, что недавно я шутливо мужу задала, да, такой вопрос. Значит, если бы у тебя был абонемент, и он закончился, да, в браке, стал бы ли ты продлевать его? Продлевать. Я думаю, сегодня все дома скажет. Еще один момент. Здесь вопрос к юристам, наверное, Чулпана и Льдусовне. Очень много сегодня семей создается только после религиозных обрядов, да, то есть это после никаха, как правило. Вот насколько для Тарстана актуальен вот этот вопрос, что увеличивается ли количество таких семей? То есть, что после никаха, ну, в принципе, в ЗАГС уже люди не идут, и этого достаточно. Давайте предоставим слово юристу. Да, Зефионельна. Вот это брак, это семья, мы понимаем, да? Но в этой ситуации по защищенности, наверное, даже больше вопрос, да? Ну, Россия светское государство, поэтому, как я уже говорила, браком считается только то, те отношения, которые зарегистрированы в ЗАГСе. Религиозный брак, это скорее дань, там, красивый религиозный обряд какой-то, дань традиции. Сохранение в Татарстане, я знаю, что никах проводят вот татарские семьи, даже не особо верующие люди, ну, как уважение к старшим, дань, вот, семейным каким-то традициям. И хорошо, что если после никаха идут в брак, потому что иногда, вот, наверное, бывает и по-другому. Православие сейчас относится немножко к этому вопросу, ну, то есть, у них изменилось отношение, вот, буквально в последние годы. Сейчас ни один священнослужитель не проведет венчание, не обвенчает партнеров без официальной регистрации брака. В мусульманстве, то есть, ну, совсем другой подход, можно провести никах и потом вообще никогда не заключить брак. Ну, мы уже говорили о гражданском браке. Если люди живут просто в религиозном, ну, это не брак с точки зрения закона, семейный кодекс не защищает такие отношения. Ну, хотя те же самые последствия, как обычное сожительство. То есть, это прекрасно с точки зрения традиции, да, сохранение вот генетического кода, национального кода. Это очень важно и нужно. Но вопрос, что все-таки юридически... Защиты нет у государства, искать ее не стоит. Юридическую защиту необходимо получить. Есть еще что-то, пожалуйста, добавить? Нет? Или мы продолжим? Да, мы выезжаем в муниципальное образование в течение всего года с представителями органов ЗАГС, с психологами также. И обязательно у нас присутствуют представители как раз-таки ислама и христианства. И они в такой очень добродушной, душевной и шуточной даже порой форме такие тезисы излагают, в том числе и молодежи, когда встречаются с ними, что семья – это добровольное мученичество. Ну, так с иронией, с шуткой. Также интересные постулаты, которые мы от них слышим, что в исламе принято, что, значит, зарплата мужа идет на семью, а зарплата жены остается у нее. И я думаю, когда мы вот в более такой форме немножечко игровой, что ли, преподносим, это и молодежь располагает. И сегодня было замечено, что ответственность представителей как раз-таки вероинститута религии, она повысилась. И, несомненно, у нас теперь уже те, кто сначала религиозное венчание совершал над брачующимся, так сказать, то мы ориентируем их на то, чтобы они эту семью молодую опекали, как-то отслеживали ее судьбу, и с помощью вот этих истин религиозных помогали им избегать каких-то жизненных ошибок. Ну, вот тоже семейведение, да, в той или иной степени, о чем мы говорим, что все-таки это нужно, важно, это основа. Еще один момент, вот в ближнем конце программы, почти 100 тысяч человек в Татарстане в возрасте 35-49 лет никогда не стояли в браке, да? Вот вы говорили, Челпана Эльдусовна, ну, в принципе, они еще не только семью могут создать, но гипотетически родить они могут безбрачных людей в категории 50+, в республике более 60 тысяч. Вот что вот в этот год семьи хорошо бы сделать, чтобы, ну, найти, обрести, что ли, то счастье? Вот как у Елены Петровны, например, ну, 20 лет вместе сейчас, может, и не проживут уже, да, если 50+, хотя тоже могут, у нас прожитель жизни, это Татарстане хорошее. Что нужно сделать? Что с этим одиночеством? Это одиночество, не одиночество. Почему? Ну, 100 тысяч человек, ну, много. Это много, это бич, на самом деле, современный. Они никогда не вступали в брак. Во-первых, Татьяна Владимировна, почему вот такие 35-49 лет, это мужчина или женщина под 50, до сих пор не решили вступить в брак? Инфантилизм что? Когда они были молоды, это были 90-е годы. Это тогда, когда было вообще очень сложно вступить в брак, заиметь ребенка. А, это ж я, да. Это ж я в этой категории. Потом есть такое слово, как самодостаточность. Может быть, эти люди чувствуют себя самодостаточной. И им это просто не нужно. И опять мы же говорили про вот эти вот гостевые браки. Может быть, они официально не вступали, но у них были гостевые браки. Мы не знаем, кто туда входит. А вот в 50 плюс вообще возможно найти, возможно существовать при таких сложившихся традициях, ценностях, прошлых семьях? В жизни все возможно. Стоит только замотивировать себя и захотеть. Здесь уже вот свое личное желание. Но возможно точно. Мужчинам все равно чуть попроще. А, да, да. Мужчинам попроще после 50 лет, наверное, все равно чуть-чуть. А почему это вам попроще? Вот такие вот молодцы. Я бы хотела еще сказать, что, к счастью, с рынка знакомств уходят все эти виртуальные тиндеры и так далее. Чем они опасны? Женщины, которые мечтают встретить брачного партнера, попадают в руки мошенников. И они не только теряют большие суммы денег, там кредиты, что-то деньги. Они последнюю надежду встретить спутника жизни утрачивают. Поэтому, несмотря на то, что у нас информационное общество и все в сетях и в гаджетах, очень актуальны именно реальные клубы знакомств. И их большой дефицит в республике и в городе Казани. Их вот только про один слышала в клубе Сайдашу. То есть вы против виртуальных сайтов знакомств? Вы за клубы знакомств? Вот как с Москва слезам не верят, да? То есть вот по месту жительства, клуб. Посмотри человеку в глаза, увиди его паспорт. Да. Говорят, сейчас на кладбище хорошо знакомиться. Увидишь удовца, да? И все сложится. Вместе с тем давайте телеаудитория. И посмеялись сегодня, и есть над чем. И поплакать, наверное, и потревожиться. Телеаудитория, я согласна с интернет-аудиторией. 71% – да, мое счастье, это моя семья, так ответили. 19% побольше. А это в большей степени сельская аудитория. Все-таки в поиске. 9% – самое меньшее количество среди телевизионной аудитории – не в семье счастья. Ну, здесь цифры так пониже. Но вместе с тем есть над чем работать, видимо, и одиноких людей достаточно. Все-таки сейчас в конце программы достаточно коротко прошу подвести итог нашей дискуссии. Чего ждем от года семьи? Чего хотим? Понятно, что сейчас в малышах измерять и браков не будем. Да? То есть, ну вот, чего хотим? Санна Анатольевна. Ну, нет, хотим, конечно, счастья всем. Вот для этого, наверное, знаете, у нас в республике, как нигде, я могу сравнить, делано все, чтобы люди жили счастливо. Вот те события, которые мы привлекаем, это и туризм, это и спорт, и все остальное, даже вот и будущего придумали. Это и потенциальные женихи, невестки. Да, это как раз вот надо просто выйти на эти события и встретиться, найти по интересам свои. И вот как раз глаза в глаза, и можно спокойно найти свое счастье. Но для этого надо встать и выйти из своего компьютера, из дома. Что рекомендую сделать, Санна Анатольевна? Купить лотерейный билет хотя бы, да? Да. Очень коротко, пожалуйста. Я абсолютно согласна, и я, в принципе, если сейчас подвести итог, считаю, что если мы сохраним такие показатели в нашей республике, то это уже будет большой плюс. А если мы еще и семьеведение ведем в школах, и это очень стратегически правильное, я считаю, решение, то это действительно будет замечательный регион, да? Хорошо. Захьяна Элина? Мне кажется, что для сохранения семьи нужно повышать защищенность партнеров в семье, в первую очередь женщин, детей. Потому что мы не обсуждали здесь вопрос семейного насилия, да? Но 35% по статистике женщин регулярно подвергаются семейному насилию, домашнему насилию. И вот на этот вопрос хорошо бы обратить внимание, да? И вот я скажу другую цифру еще. 80% убийств, которые совершаются женщинами, совершаются в состоянии защиты от домашнего тирана. То есть это огромные цифры. В общем, вот, да, коротко, по сути, да? И вот этот институт защиты женщины и защиты ребенка, потому что ребенок тоже подвергается семье. Развивать эти институты. Да, развивать институты, создавать общественные организации, антикризисные центры, они есть в столицах, но в провинциях практически нет, и женщины не видят защиты. Год семьи как раз для этого возможно обратить внимание на эти проблемы, это тоже важно и нужно. Татьяна Владимировна, что нужно сделать в год семьи? Учиться слушать друг друга, быть терпеливыми, быть терпимыми, и не навязывать свою точку зрения, чтобы вот только муж думал так, как жена думает и прочее, чтобы умели слушать друг друга и понимать. Главное, чтобы люди сели поговорить. Да. Какая? Что нужно сказать, чтобы сесть поговорить? Сесть поговорить? Ты меня любишь? Я тебя люблю. Давай мы будем сохранять нашу любовь всеми возможными способами. И в том числе к психологу приходить. Хорошо. Артем Викторович? Я, наверное, более категорично к этому подойду. По удаляться из всех каналов, ютубов, из всего остального ненужного, которое отнимает наше время реально. И больше времени своим близким уделять. Вот год семьи я бы хотел, чтобы наши семьи вытащить наших родителей, даже не про детей сейчас речь, про родителей, вытащить их с виртуальных пространств, неважно, чем они там занимаются. И окунуть в нормальные, очные отношения с своими близкими детьми, в первую очередь. Хорошо. Чего понадобится? Я искренне желаю всем татарстанцам следить за своим здоровьем, чтобы вы как можно дольше могли общаться со своими детьми, со своими родителями, дожить до тех долгих лет, когда и ваши правнуки будут в вашем тесном семейном кругу. Благодарю всех экспертов. Было очень интересно. Мне кажется, мы бы еще час проговорили. Еще раз благодарю всех крепких семей, всем нашим экспертам. Я надеюсь, что по ту сторону экрана, по ту сторону в интернете, наконец-то каждый, может быть, обретет и найдет ту самую свою половинку, обретет свою семью. Пусть, по крайней мере, так сложится. Но надеемся, от государства и от органов всех властей, скажем так, мы получим те меры поддержки, которые сегодня необходимы. Их тоже мы сегодня озвучили. Благодарю всех. Всего доброго. До свидания.